Правда, с небольшим опозданием, потому что вчера мы не делали и сегодня немного опоздали. Но ничего, самое главное, что мы здесь, мы начали эфир. Сейчас к нам подкручиваются наши подписчики, те люди, которым интересны эти эфиры, и те люди, которые впервые сталкиваются. Приветствую всех, которые к нам присоединяются и присоединились только сейчас. Спасибо, что вы с нами. Сейчас мы начнем наш эфир. Надеюсь, вам сегодня всем интересно будет. А я напомню, что мы изучаем труды и проповеди святого нашего Григория Просветителя. Сегодня мы будем продолжать ту проповедь, которая называется «О бипостасиях святой Троицы». Немного трудная тема, поскольку была давнодавно описана. И в данном случае я прошу ваших молитв, чтобы... так сказать, с воодушевлением и душеполезной, чтобы получил душеполезную беседу. Итак, начнем. И дал он нам, самовластным творениям, как сыновьям, дух воспитателей, угрозы и благовестия. Чтобы мы, страшась угроз, избегали ущерба и стремились к возвещенным благам, шли во след справедливости. Подчиняясь праведным наставлениям преисполненного истинно священного Писания, нам следует подчиняться законам и власти для благообразия жизни. Ибо для этого он дал пророков и апостолов и патриархов, как наставников, и учителей, дабы они сделали нас сведущими, опытными и знающими добрую волю Бога, который желает, чтобы все люди здравствовали и пришли бы к познанию истины и праведными делами благодарили Отца Небесного и Единородного Сына и Святого Духа, дающего жизнь своим творениям и возможность быть с поспешниками благодетельной воли Бога. Тем самым он справедливо и праведно ввел их в наследство своей божественности, согласно слову апостола, наследники Божии и сонаследники Христова. «Если мы будем подражать Христу, то станем причастны и Его славе. И поэтому не будем лениться при жизни, а с бесстрашным родением, следуя зову, старательно будем постигать и исполнять Его волю. Ибо велика честь быть призванным и удостоиться Царствия Божия». Смотрите, в этом месте наш святой Григорий Просквич говорит, что мы, люди, созданы самовластными. У нас есть такое самовласть, такое самовласть, суверенитет, так сказать. Да, вот, может быть, слышали по отношению к государствам, такой термин применяют, суверенитет, независимость. Но, независимость от чего? Независимость не о том, что мы независимы от Бога, а независимы от греха должны быть, вот в этом смысле. Потому что многие путают, к сожалению. Вот смотрите, вот это самовласть означает, что мы имеем свободу воли. И мы, как вот те люди, которые вот этой свободой воли обладают, можем делать или добро, или плохо. И Господь, чтобы, так сказать, поскольку Он нас любит, имеет безграничную любовь по отношению к Своим творениям, хочет, чтобы мы по своей вот собственной воле, по своим желаниям, на первое место поставили Бога и исполняли Его волю. Потому что Его воля есть истинное добро. То есть, одним словом, Господь хочет, чтобы мы, имея свободу воли, несмотря на то, что есть возможность делать зло, делать добро. Вот, что в данном случае хочет сказать святой Григорий про святитель. И он говорит, что как сыновьям своим, он дал двух воспитателей. То есть, чтобы, так сказать, человек правильно жил, чтобы человек шел правильным путем, наш Господь дал человеку два воспитателя. То есть, каким образом он это делает? Во-первых, угрозы, здесь написано, и благовестие. Чтобы мы, говорит, боялись этих угроз, да, из-за вот этого, избегали ущерба и стремились к возвещенным благам, и шли во след справедливости. Это один из способов, это, скорее всего, для тех людей, которые вот, ну, в Верхом Завете были, да, поскольку там были люди грубые, дикие, да, в то время, то вот это больше к ним относится. В нашем случае, на начальном этапе, как раз угрозы, можно сказать. И в дальнейшем уже называется это благовестием. То есть, Господь добрыми делами, да, доброй вестью, добрыми советами призывает делать справедливость. В другом случае, поскольку человек не хочет своей волей сделать, да, он насылает некоторые, ну, не насылает, он попускает, да, чтобы вот эти трудности были у чужих человека, чтобы он увидел где трудности, увидев некоторые болезни или смерти, да, человек обратился и пришел, а вернулся к Господу таким способом. И не просто вернулся к Господу, да, и чтобы вот этот его выбор, возврат к Господу, да, выбор его, да, к Господу, чтобы он привел человека к спасению, привел человека к тем возвещенным благам, которые Господь приготовил для тех, кому он любит и кого любит его, так сказать. И здесь он говорит, Святой Григорий Просветитель, что в этом случае очень большую роль играют пророки, апостолы, в дальнейшем патриархи, да, как наставники и учителя в дальнейшем. Надо понимать, что это не просто слова какие-либо, да, вот, или, смотуха, а эти слова написаны в Священном Писании. Вот если мы откроем первое послание Святого Апостола Павла Коринфянам, 12 главой, 28 стих, то увидим, что там говорится, как наш Господь утвердил в Церкви, то есть в собрании, да, в христианстве, в собрании верующих утвердил, значит, апостолов, пророков, учителей, и так далее, и так далее. То есть в Церкви учителя есть, да, апостолы, пророки, те люди, которые как раз вот в Ветхом Завете пророчество Иеремии говорится, что эти люди назначены, чтобы возвещать людям истину, чтобы показывать людям их грехи, чтобы наставлять, чтобы обличать. Вот священники, вот и церковные служащие, они как раз именно для этого, особенно учителя для этого, чтобы учить, чтобы проповедовать. И вот говорится дальше, что если мы будем жить, как Христос жил, то мы удостоимся и той же славы. В другом месте говорится, что если страдаем с Христом, то с Христом должны будем и радоваться. Если с Христом погибнем, умрем, то с Христом и воскреснем. Говорит, и поэтому советую, наставляю, не будем лениться в этой жизни, будем работать, будем трудиться духовно, а святой Григорий Просфитер именно к этому зовет. Святой Григорий Просфитер зовет к подвигам, к духовным подвигам. И в этой жизни нам также необходимы духовные подвиги. Все мы об этом забыли. Мы думаем, что если пару раз пришли в церковь, все, это большой духовный подвиг. Нет, но... Есть духовные подвиги, конечно, ну, может быть, для человека, который никогда туда не ходит, для него это большой духовный подвиг. Но все-таки в нашей жизни тоже есть какие-то духовные подвиги, которые мы должны стремиться делать. К примеру, пойти поискать нищих, чтобы покормить. К примеру, пойти, сделать что-нибудь такое доброе кому-нибудь. Далекий путь сделать, чтобы зайти в храм какого-нибудь, там помолиться, к примеру. Попаститься для какого-то человека, чтобы у него в жизни улучшилось что-либо. Вот это такие духовные подвиги. Или всю ночь провести в молитве, к примеру. Не знаю. Породичные духовные подвиги есть. И Григорий Проскредитель зовет человека именно к этому. Чтобы человек стал со-наследником Христу. Чтобы человек стал причастником славы Христа. Вот к чему призывает святой Григорий Проскредитель. Давайте дальше почитаем. Почитаем, что советует и какие наставления дает святой Григорий Проскредитель. И мы, обученные этому слову его, который собрал и научил своих избранных по своем воплощении, взирая на течение жизни нашего Спасителя, достанем его подражателями. Вы знаете, как сказать, чтобы наших представителей других конфессий не обидеть. Есть некоторые, например, представители других конфессий, не буду называть, чтобы никого не касаться. Они любят хвалиться тем, что читают Библию. Они любят хвалиться, что смотрите, мы читаем, а вот ваши верующие не читают. Мы вот такие, а ваши не такие. Вот с нами разговариваете, мы сразу о Библии, мы сразу об этом. А у вас не так. Вы там непонятно, о чем говорите. Это они вот к нам, по отношению к нам говорят. Но знаете, вот здесь святой Григорий Проскредитель говорит, что когда вы изучаете течение жизни нашего Господа, когда вы изучаете то, что делал Христос, то, что говорил наш Господь, этого «Ой, как мало!» Это «Ой, как мало всего вы делаете!» Потому что, когда наш Господь говорил «Будьте смиренны и кротки сердцем, учитесь у меня, ибо я кроток и смиренен!» Он не говорил «Читайте эти строки, узнайте, что я смиренен, и все! Будьте вы тоже такими!» В другом месте, когда он омывал ноги апостолов, он говорил «И вы повторяете то же самое!» Он не говорил «Знаете, что я омыл ваши ноги, вот, молодцы, знаете этого и достаточно!» Нет! Он говорил «Повторяйте со мной!» Делали то же самое! «Будьте подражателями мне!» Надо подражать Господу! Наш Господь должен быть эталоном того, к чему надо стремиться! Вот многие говорят, говорят, ну, вот, к примеру, говорим, да, вот, говорим, «Брат мой, зачем ты так делаешь?» Вот, Христос разве так делал? Христос так учил? Он говорит, «Ну, я же не Христос!» Говорим, «Апостол так не делаешь!» «Я же не апостол!» «Я обычный христианин, который проживает свою жизнь!» Говорим, «Так это твои проблемы!» «Это твои проблемы, что не стремишься быть как Христос!» «Надо стремиться быть как Он!» А не говорить, Я же не такой, это Твои проблемы. Господь говорит, будьте святы, ибо Я свят. Господь говорит, будьте совершенны, ибо Отец Ваш совершенен. То есть, то, что мы не такие, да, это наша большая проблема. Еще хуже проблема будет, если мы не будем стремиться к этому. Знаете, наверное, разница между теми людьми, кто ходит в церковь и читает молитвы, и так далее, и так далее, да, на литургию. И теми, кто этого не делает, разница, наверное, в том, что те, которые ходят, это те люди, которые борются с грехом, а другие, это те, которые с этим просто не борются. Им нравится такая жизнь. Наверное, только в этом разница. Не знаю, может быть, другие вещи тоже есть. Но одни борются, мне кажется, другие не борются. Вот такое мое мнение. И очень важно бороться против греха. Очень важно бороться за свои ценности. Не просто говорить, я христиан, я христиан, а именно быть христианом. Подражать Христу. Стремиться к этому, во что бы то ни стало, в какую эпоху ты бы не жил. Хоть в 21 веке, хоть в 31 веке. Не важно, что подражать Христу возможно было только 2000 лет назад, или в средневековье. Нет, и сейчас это возможно. Неужели нельзя сейчас любить друзей? Любить людей? Конечно же можно. То, что приводит причины какие-то, да, что сейчас 21 век, там все голые на улице, что что-то еще там трудно, да, как и плохие люди вокруг, там атмосфера не та, везде вот грех, везде соблазны. Да и что, раньше тоже так было. Раньше было еще хуже. Поэтому никакие причины, никакие обравдания не могут служить тем, что мы не стремимся подражать Христу. И святой Григорий Проспитель правильно говорит здесь, очень-очень точно говорит, вот как раз, хотя это написано 1700 лет назад, это вот прямо в нашу эпоху это подходит. Что многие забыли, кто должен быть, так сказать, эталоном, кто должен быть совершенствован, кого ты должен подражать. Многие смотрят какие-то журналы, стараются быть похожи на девушек, на каких-то парней, на каких-то футболистов. Даже у них интересное название. Мы поклонники там Элвиса Пресли, или мы поклонники там Рамштайна, или кого-либо еще. Даже в слове поклонники, прямо говорит, что они поклоняются Ему как будто, как идолу. Да, в то время, как необходимо поклоняться только Богу. И, заметьте, очень интересно такая мысль прошла. Точнее, вспомнил, как мне об этом рассказывали. Заметьте, что те люди, которые слушают рок, к примеру, и смотрят на своих рокеров, тех, кому они называют поклонник, я поклонник этого рок-звезды, и они постепенно начинают быть похожи на него. Волосы опускают на вот эти какие-то там оковы, что ли, каких назвать, не знаю, вот это опускают, там, это черная одежда, там, black metal, что-то такое написано. Вот начинают быть постепенно похожи на того, кого они, вот так сказать, то ли боготворят, то ли считают себя поклонником вот этого человека. Начинают головой там так делать. И то же самое, к примеру, рэперы, да, вот они любят, да, вот, вот, рэперы, начинают эти длинные, вот эти широкие штаны одевать, там, не знаю, что, там, вот эти какие-то разговаривать, как они. Тот, вот, кого ты больше слушаешь, да, кого ты больше времени уделяешь своей жизни, кому ты подражаешь, постепенно ты начинаешь похожим на него быть. Мы, христиане, должны быть похожими на Христа, потому что он эталон для христиана. Для христиана именно Христос. Надо стремиться к Христу. И апостол Павел интересные вещи говорит в первом послании Коринфянам 11 главе, в первом стихе говорит, «Будьте подражателем и мне, как я Христу». То есть, как я стремлюсь быть похожим на Христа, так и вы стремитесь быть похожим на него. Вот, вот, для христиана вот это должно быть, на мой взгляд. Никому-либо другому, а именно к Христу, только к Христу. На том мы, в принципе, и называем себя христианами, что мы стремимся быть похожими на него. К сожалению, многие думают, что если они не верят в Будду, не верят Аллаху, не верят кому-либо другому, да, и не атеисты, не агностики, не язычники, не кто-либо еще, но оставят, чтобы они были христианами, все, и что христианин. Или думают, что если для них Бог не Аллах, Бог не в Будду, не кто-либо другой, то получается Христос, да? Но не так. Христианство – это образ жизни. Если мы решили, что мы христиане, если мы, так сказать, верим во Христа, да, поклоняемся Ему, то мы должны, соответственно, жить этой жизнью. Конечно, вот здесь подсказали мне, сказали, что осуждать легче, чем бороться. Ну, ясное дело, надо бороться. Вот сегодня очень хороший такой пост был. Не то, что хороший такой, но выступил я. Говорится, твои дела должны быть больше, чем молитва. Чем те слова, которые ты, те твои прошения, которые ты в молитве говоришь, они должны быть меньше, эти слова, эти прошения должны быть меньше, чем сама твоя, сама твои дела. Вот. И молитва должна быть, и дела. Вот. Одно без другого никак просто. И давай ее прочитаем дальше. Это через пророческие слова и апостольскую проповедь и патриаршное наставление познаем Отца Вседержителя и Сына Равномогучего и Духа Со Творца. И пусть люди постигнут и узнают, и поймут то, что приемлемо для Создателя с помощью правой веры. Пусть нерушимы останутся в любви к Творцу притяготых и благополучии. И будут они праведными благотворителями созвучными воле благодетеля. Плоды трудов, как свидетели веры, следует посвящать Богу и с любовью благословлять Господь. Субтитры создавал DimaTorzok